Сегодня расскажу про диодные лампы K5C Mini, а именно сравню их с обычными лампами K5C. Обе лампы на 4300 Кельвинов. Никаких домыслов, только пруфы, только данные с тепловизора. Поехали! Для начала, на канале уже есть видео про данные лампы, а именно K5C на 40 Вт 4300 Кельвинов. Обычные, не мини. Все ссылки в описании, проходите и смотрите, если вам интересно. Второе. Установка данных ламп, а именно диодных в рефлекторной фары, запрещена. Поэтому так делать плохо, так делать нельзя. И все, что я вам расскажу сегодня, это не руководство к действию, а так просто веселый и интересный контент. Ну а теперь по делу. Купил на Алиэкспресс пару K5C Mini на распродаже. Ценник был прям очень приятный. Лампы приехали, и я ожидал, что получу отличную STG и хороший свет. По мощности K5C Mini на 40 Вт светит немного хуже, чем просто K5C на 40 Вт. Сейчас проверим. Что касается STG, то установил отцу в Duster, так как фары там отличные, отражатель хороший. И вот что я получил. Итак, вот так светят обычные галогенки. STG ровная, света для галогенки, ну, нормально. Дальше. Слева K5C на 40 Вт, не мини, большая. Справа обычный галоген. И можно видеть, что STG далеко не идеальная. Что касается мощности светового потока, то очевидно, что диодная лампочка выдает в разы больше света. Ну и теперь давайте посмотрим, что может наша K5C Mini на 40 Вт. И есть ли разница с ее большой версией. И да, разница есть. STG слева очень похожа на STG обычной галогеновой лампы. Также не идеально, но лучше, чем у простой K5C. Ну и по мощности, естественно, гораздо больше обычного галогена. Правда, тут есть, что называется, ложка дегтя. Дело в том, что далеко не во всех фарах мы получаем вот такой результат. Я имею в виду STG. Очень многое зависит от конструктива самой фары. Другими словами, на одной машине все отлично, как сейчас на Duster, а на другой, как сейчас на Peugeot 308, не очень. Попробуйте догадаться, с какой стороны установлена K5C, а с какой K5C Mini. Дам подсказку. Справа K5C Mini. А так и не скажешь. STG не идеально ни там, ни там. В гараже, напомню, было в разы лучше. Но нет. Повторюсь, конструкция самого рефлектора играет важную роль. Ладно, давайте посмотрим теперь на наши лампы через тепловизор. Ведь в K5C Mini установлен маленький светодиод. Вот сейчас на фото как раз таки он. И по идее она должна греться меньше, и, наверное, у нее большой срок службы. Наивно думал я. А вот и нет. Слева обычная K5C, а справа K5C Mini. И как можно видеть, модель Mini существенно горячее. Максимум, который видел я, это 111 градусов на чипе. При условии, что это не в фаре, а на открытом воздухе. Это нереально много. Это очень горячо. Еще раз. Обычная K5C на 40 Вт нагревается до 81 градуса. Что так же немало. Но 111 это просто за гранью. Я подумал, может это какой-то брак. Да вроде нет. Обе лампы нагреваются примерно одинаково. Дальше я подумал, наверное, жадный продавец не положил термопасту. Либо положил совсем мало, либо положил плохую. Я все разобрал, все заменил. И что вы думаете? Ничего. Температура все такие же высокие. Если сравнить две лампы вместе, то в целом видно, что радиатор и вентилятор на мини действительно очень маленький. Но повторюсь, там и чип меньше. Наверное, это настройки драйвера такие, что они настолько задирают температуру. Не знаю. У кого есть идеи по этому поводу, пишите в комментариях. Вывод. Что мы имеем в сухом остатке? Хорошая ли СТГ в K5C мини? Да, СТГ действительно неплохая. Но только в определенных рефлекторных фарах. В других рефлекторных фарах СТГ не идеальная от слова совсем. Хоть и не совсем ужасная. Дальше. Слепят ли данные фары в рефлекторе? Можете накинуть известные субстанции на вентилятор, но что K5C на 40 ватт большая, что модель мини не слепит встречный поток. При условии, что они настроены корректно, а вот эта линия опущена чуть ниже положенной СТГ. Света все равно хватает. А знаете, кто слепит? Вот эти ребята. Вот с такими фарами, вот с таким светом, где СТГ, ну не то, что плохая ее, просто нет, она отсутствует как класс. Вот такие диоды слепят ого-го. Ну да ладно, не про это видео. Температуры вы видели сами. Если раньше я думал, что K5C на 40 ватт с нагревом до 80 градусов не проживут долго, спойлер, живут уже больше года, то сейчас увидев 111 градусов на модели мини, я до сих пор в шоке. Единственный плюс такого безумного нагрева, это то, что световой поток, что в мини, что в обычной лампе, без приставки мини, ну примерно одинаков. На глаз различить крайне сложно, где какая лампа. Но повторю свою претензию. Температура просто огромная. Насколько мне известно, 150 градусов для диода это вообще температура не возврата и деградации, а может и сразу поломки. Почему-то ни в каких других видеообзорах я ни слова не слышал про такой нагрев, и скажу больше. В других видео именно мини нагревается примерно так же, как и обычная K5C на 40 ватт. Там и речи не идёт о 100 градусах. Одним словом, одни вопросы. Возможно, конечно, у меня какой-то неправильный экземпляр попался, но имеем, что имеем. В дальнейшем попробую съездить к знакомому, у него тоже K5C мини, посмотрю, что у него с температурами. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Лично моё мнение. Если все K5C мини такие и так греются, если это не частный случай, то однозначно не рекомендую. СТГ хорошее, но этот адовый нагрев того не стоит. Возможно, у вас своё мнение на этот счёт. Если есть желание, поделитесь в комментариях. А у меня на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.